Ну что ж, мои дорогие, женщина с депрессией наплясалась опять. Вот, Ира Суллима сейчас мы репетируем, который идёт по интернету, групповой вот этот танец. Кто хочет посмотреть Ира Суллима, посмотрите, мы репетируем прям сегодня четыре раза, повторяли его, чтобы у всех одинаково, синхронно получалось. Вот, я думаю, что ещё надо порепетировать нам для синхронности. Не у всех в одну сторону получалось, но вы же понимаете, и возраст разный, и темперамент разный. А по телевизору смотришь, прям все так в одну дудочку прыгают. Наверное, это артисты, конечно. Я не думаю, что прям дождик у нас. Но народу был полный зал. Полный, даже больше, чем вмещает. Уже квадратики не соблюдаются. Уже и за квадратиками стоят. Я скорее сегодня прибежала, так как Марина всегда на меня занимала. Думаю, надо мне на неё занять. Вот, она тоже, значит, прошла очистку. Но в одежде не видно, конечно, особых изменений, только на лицо. Я сначала в маске стояла. Я говорю, ой, Марина, на лицо ты похудела. Она говорит, да, 6 килограмм. И только сама начала маску снимать. Она, ой, и у тебя всё спало здесь. Короче, видите как? Всё сказывается на лицо. Так было смешно. Она говорит, ой, и у тебя всё вот это вот тут вмятины такие стали. Провалилось, короче, у меня тут всё. То надутые, видимо, были щёки. Да, видите как оно, дело-то. Так что будем держаться хотя бы в этом весе, который есть. Я не думаю, что нужно упираться в похудение, чтобы выглядеть больным. Прям честно говорю. Единственное, что, конечно... Ну, у неё и так ножки худые, не видно по ногам. А так футболка незаметна. Этих 5 наших килограмм. Вы хоть и говорите, мне, конечно, приятно, что я подхудела. Но сама я, конечно, этого не вижу. И такая уж большая цифра. Вот. Ну, видимо, на лице это всё сказывается, сказывается на лице. Хотя много минералов и витамин принимали во время всего этого. Витамины я обязательно. Я не знаю. Я и в России была, жила. Я всегда любила покупать. Они тогда ещё только появлялись, разные витамины. Я любила покупать витамины и пить. Не знаю. У меня было лицо прыщало, я всё какой-то витамин. А я покупала в упаковках. Лицо было прыщало. Представляете? Долго притом. Плечи закрываю. Потому что влажное всё. Кондиционер включён. В России. А здесь я не знаю. Никто мне не говорил. Я просто, ну... Никаким фирмам я не принадлежу. Но люблю разные фирмы покупать. Иногда я уже говорила о дорогих препаратах. В дорогих фирмах иногда просто на сейлах покупаю витамины. Обязательно витамин для женщины. После 50. На каждый день. Это обязательно принимаю. Постоянно. Без пропуска. А там уже... Вот сейчас вот для зрения купила сам в складе. Старикам тоже дают эти витамины. Я видела вот от зрения. Они такие бордовые, как ягодки. Витамин D. Рыбий жир. Иногда какие-то разные. Ещё подкупаю. Ну, что попадётся. Всё подметаю. Я считаю, что... Ну, понимаете... При моей нагрузке физической... Я с едой не съедаю те витамины, которые необходимы для восстановления организма. Просто не успеваю всё это. И организм уже не усваивает, как это объясняет. Организм уже с возрастом, он не усваивает. Нужно количество минералов и витаминов из пищи. Поэтому всегда рекомендуют принимать дополнительные витамины, минералы, чтобы восполнять. Ну, это, конечно, дорого, я хочу сказать. Это дорого, да. Это не дешёвое удовольствие. Витамины дорогие. Даже я в Сансклабе большими упаковками покупаю и то дорого. Но это выгодно. Выгодно всё равно. В Сансклабе покупай. Там и количество витаминов, как говорится... Цифра большая. 200 обычно таблеток. А в таких мелких аптеках, там, естественно, бери один. Один будет бесплатно. А 200, это вряд ли, вот, в обоих пузырьках. 200 штук. Сколько раз я пробовала. Раньше в Севес всё время ходила. Нет. Сейчас только беру в Сансклабе. Там тоже бывают и фирменные препараты. Разных фирм бывают препараты. Поэтому... Не знаю. У меня желудок спокойно переносит. Глотать я могу. Ну, вот, видели, я пила там упаковка из семи, наверное, таблеток. Я могу и за раз их проглотить. Вот. Главное, хорошо воды набрать. Ничего не застревает. Всё проходит. Но есть польза или нет. И у каждого организма, конечно, по-разному. У кого-то усваиваются эти витамины с большей пользой. У кого-то с меньшей пользой. У кого-то, может, вообще они бесполезны. Ну, это всё, знаете, индивидуально зависит от особенностей генетических, физических организма. Ну, прям понесло меня на лекцию. Ну, вот сейчас немножко там прочитала. Видео, конечно, вчера по ошибке. Уведомления, наверное, многие не получили на последнее видео. Но я что-то ещё не оформила его, а уже нажала на паблик, выпустила. Потом с перепугу закрыла. А уже утром выпустила. Оно уже, видимо, оповещения нет. Потому что показывалось, что 8 часов назад оно выпущено. Оно было закрыто. Ну, ничего. Кто хочет, тот найдёт, посмотрит. То, что я на работе записывала. Там вот сейчас вопрос у меня. А почему нельзя старичков расселить бабушку с дедушкой? Да? Вы понимаете? Вот я сейчас тоже прохожу, опять же, классы мы постоянно проходим. Защиты прав. Независимо от диагноза. Если сильный диагноз, не меньший, то, естественно, уже есть гарден. Человек, который занимается и финансами, и решает все вопросы за больного человека. Понимаете, в чём дело? Кого-то ущемлять, просто взять, перевезти. Это же не детский сад. Это большие финансы. Это большая... Ну, вот, что ли, будем говорить, правовая защита стариков. Так будут, знаете, всех переводить налево-направо. Допустим, мы считаем, что он виноват, а его гарден возражают против этого, чтобы его переводили куда-то в другое место. Понимаете? Ущемлённое. Потому что он, естественно, пойдёт в ущемлённое место. Уже там, где больные полностью, как он, или хуже. А так он ещё среди всех остальных, ну, хорошо мы к нему относимся, как к нормальному, полноценному. Несмотря на то, что он на бабушку нападал. Я, допустим, буду говорить единственное, кто умудряясь, он мне не отказывает. И убаться, помогая ему, и брить брови ему, волосы выстригая, брови брою. Он нормально. Вот, раз он меня знает, он нормально всё воспринимает. Ну, хотя ничего он не говорит, как вы знаете, у него, конечно, трясёт нас. Речь заторможенная, особо сказать много ничего не может уже. Хотя всего, ещё раз повторяю, 74 года. Физически выглядит совершенно симпатичный молодой мужчина. Хорошая у него, видимо, была карьера. Потому что хорошие деньги инвестированы у него. Раз в 24 часа в сутки сидят. Но просто, ещё раз говорю, перевести нельзя. Хотя по закону, понимаете, видимо, вот раз у него, будем говорить, он более в ущемлённом физическом состоянии. А, где меньше у него. И просто так взять, обидеть, потому что у него не меньше, перевести его там куда-то более благоустроенное. И, во-первых, переводить его здесь уже в ассистент-кливинг нет смысла. Он будет на кого-то, на другого нападать, вы понимаете? Переводить его надо уже в специальное заведение, где, я ещё раз говорю, такие, как он, и хуже. Вот. А раз хуже, ну вот не хотят так просто взять и перевести. Понимаете, он молодой. Он физически полноценный ещё, как говорится, двигаться, всё может делать. Ну, нужен ему супервайзер. Вот как говорит, что, вот, допустим, мы душ принимаем, я ему говорю, сними это, сними это, одень это. Будем мыть голову, будем мыть это, будем бриться. Вот так. Так что не так-то просто. Здесь защищены права. И просто так никто на себя ответственность не возьмёт, потому что, если через суд потом присудят, присудят, что руководитель был неправ и перевёл неправильно, не туда, куда, как говорится, принял решение, это потеря карьеры, это всё. Никто тут так вот просто решение не принимает. Поэтому пока всё это в стадии решения, вот, сидят 24 часа в сутки, они просто сидят на всякий случай, хотя ему, конечно, добавили количество успокоительных, называть не буду препараты, но, естественно, чтобы он буйный не был. Он не буйный, вот, смотрите, он, допустим, они то у нас сидят в номерах, то уходят из-за этой короны. Ну, вот сейчас уже все кушают в столовой, я, допустим, его приглашала выйти, да, но он вышел, и на соседнюю бабушку говорит, I like you, ну, она мне нравится. А на ту бабушку, которая сидит за этой бабушкой, за соседним столом, говорит, I hate her, я её ненавижу, понимаете? Это уже опасно, потому что он дважды её брал за плечи и уже и трёс. И недавно было, что он вот именно, как говорится, с помощницей, которая с другой фирмы с ним сидят, иногда выгуливает его, шли с ним по коридору, и эта бабушка вышла из своего номера, и он остановился против неё со злым взглядом, с выпученными глазами. Ну, в смысле, хочет напугать её, понимаете? А бабушке уже сто лет исполнилось, пошёл сто первый год. И вот принять между ними, кто из них виноват, а кто прав, тут дело такое, видите, очень-очень осторожно с этим. Нет плохого отношения к старикам, потому что они все материально обеспечены, кто живёт в таких заведениях. У них есть деньги, они оплачивают, поэтому они, как говорится, всегда правы. Всё должно быть на их стороне, а не на наше, что мы думаем, что мы как мы хотим. Всё должно быть для них, это их дом. Ну, как в семье, вот двое поругались, да? Вот мы с Данилом иногда вам. Иди в свою комнату, когда она меня сердится. Я говорю, а ты в свою иди. Вот так, понимаете? Так и тут. Вот. Настроение отличное. Это придаёт столько энергии. Я уже тысячу раз вам говорила. Тысячу раз. Бабушки ходят 80 лет, от 70 до 80. Одной уже было 80. Она продолжает ходить вот на зумбу. Наверное, ей 81 уже. Да, ну, Марина, вот такая у нас с ней встреча произошла. Я её в лице не узнала. Когда сама маску сняла, она тоже слегка испугалась меня. Вот они, результаты чистки. А на самом деле мы верим, что мы всех паразитов выгнали из организма. Ненужных. А кто его знает, как оно на самом деле? Только можно догадываться. Или верить, или не верить. Это дело добровольное. Ну, на этом я свою лекцию заканчиваю на сегодня. Спасибо вам всем огромное за поддержку. Ой, там Юра какой-то горбунов. Не знаю, на самом деле всё. Сколько лет и всё вот он. Всё вот он как-то хочет обидеть меня. Приколоть, я не знаю. Конечно, Ира, я не хочу сказать, что она со злостью. Может быть, с участием, конечно, она у меня-то спросила. Просто меня удивил такой вопрос. Я думаю, я создаю впечатление радостного человека, жизнерадостного. И то, что мы живём вдвоём с Дэниелом, мы совершенно не тоскуем. Ни о чём, нам некогда. У нас стабильная работа, отдых. Мы уже 20 лет привыкли друг к другу. И всё, видите, всё-таки у нас тут тоже есть дороги трясучие. Ну, вот, в некоторых местах неровности. Потряхивает, потряхивает. Да, следить надо за кактусом. За кактусом, не знаю. Вчера ветер сильный начался. А Дэниел говорит, надо телевидение вызывать. Раз, кто-то мне сказал, раз в 25 лет. Потом уже мне написали, что раз в жизни цветёт кактус. Утром заглядывала, стоит. Хоть бы его, знаете, птица не налетела на него, не сломала макушку. Дождаться хочется каких-то цветов уже. Вот, ждём кактус, ждём. Ира Сулима. Ещё раз повторяю вам. Посмотрите. Сейчас по интернету идёт вот такой групповой танец. И у нас наша группа готовится к записи на YouTube. По YouTube будем гулять. Ой, надо учить мне серьёзно. Некогда баловаться. Давайте, пока.